Здравствуйте, продолжаем изучение Мишны, трактат Сука, первая глава, десятая Мишна. Говорит святая Мишна Мишна продолжает здесь разбирать тему так называемой аллахической реальности в Суке. На самом деле, тема аллахической реальности касается не только Суке, но и законы, которые здесь разбираются, касаются конкретно Суке. И Мишна приводит здесь три примера, где мы аллахически смотрим не так, как мы видим своим взглядом. Вообще это интересно, что обычно мы привыкли в современной науке, что сначала нам говорят общее правило, а из него уже выводят частные детали. В Талмуде, как правило, это наоборот делается. Приводится пример, частный пример, из которого выводится общее правило. Из частного в общее. На примере частного объясняется общее правило, и есть в этом своя логика. Поскольку книга, которая написана тысячелетия, меняется технология и так далее, можно много что увидеть из частного примера. Больше, наверное, чем из общего правила. Так говорит Мишна, дом, в котором провалилась часть крыши. И он положил на эту часть крыши схах, положил кошерное покрытие в качестве Суке. У человека есть дом, у него посреди крыши образовалась дыра. И он наступает праздник Суход. Он говорит, замечательно, да, я не буду заделывать дыру пока что до конца праздника. А положу там кошерный схах, там есть минимальная площадь 7 на 7 кулаков. Так можно сделать кошерную суху. Но проблема в чем? Потому что это посреди крыши, да, то есть этот схах не будет соединен со стенами. Говорит Мишна, если есть расстояние от стены до схаха 4 локтя, то такая суха не кошерная. Если расстояние менее чем 4 локтя, не 4 кулака, а 4 локтя от стены до схаха, то есть Аллах Алла Мушема Сина, есть закон, который, это устная традиция, которую Мушема получил в стены. Это не постановление мудрецов, но это и не записано в письменной торе. Это устный закон по торе, который гласит, мы уже с ним сталкивались, дофы на кума, кривая стена. Мы смотрим на потолок как на продолжение стены. То есть стена как будто бы загибается и продолжается в виде потолка. Это максимальное расстояние 4 локтя. То есть это 2 метра с каждой стороны. И таким образом получается, что стены соединены со схахом посредством крыши. То есть поскольку крыша, потому что если просто посредством крыши, то это нам не помогает, поскольку схах должен быть сам соединен со стенами. Но здесь мы смотрим на крышу как на продолжение стены. Таким образом, если в ней меньше чем 4 локтя хотя бы с 3 сторон, то такая суха будет кошерная. Второй пример, который приводит Мишна, говорит, и также двор, который окружен Ахсадра. Ахсадра – это типа беседки, что-то такое, когда делают крышу для тени без стен. Просто, как есть слово на русском еще, не беседка, а дел. Как? Не знаю, нет. Если накрывают, значит, накрывают просто чем-то для тени, чтобы сидеть на свежем воздухе в тени. Так если есть двор, который окружен Ахсадрой, то же самое, если есть 4 локтя, то не кошерная, а если нет 4 локтя, то кошерная. Я объясню, о чем здесь идет речь. Представьте себе двор, который с 3 сторон окружен домами. Подряд идут буквы «П», идут дома. И на 4-й стороне есть дом, нет дом, нам уже не принципиально. И вдоль вот этих внутренних стен этих домов сделали крышу на столбах для тени, чтобы как козырек, то есть один длинный козырек, который идет по периметру навеса, который идет по периметру всего двора. Теперь получается, что есть буква «П», внутри которой есть навес, и внутри навеса есть пустое пространство. Человек взял и положил схах на это пустое пространство. Таким образом, получается, что если у этого навеса, которое является некошерным для схаха, есть ширина с 3-х сторон, 4 локтя, такая суха будет некошерная, поскольку она не связана со стенами, а здесь стена дома может, соответственно, служить стеной сухи. Если расстояние менее, чем 4 локтя, ширина этого навеса, тогда можно делать кошерную суху посреди двора. Вообще тут зачем приводить еще один пример аналогичный, вроде бы потому, что объясняется в том, что в первом случае это стена, которая построена для стены, как это стена дома, которая провелась крышей, и мы ее продлеваем. Но здесь это же не дома, это не стена сухи. Здесь, в принципе, мы представляем себя, как будто это стена. Хотя это на самом деле стена дома, которая идет в обратную сторону, вовне, а не внутрь, на самом деле, это ее функция. Тем не менее, говорит Мишна, такая сука тоже будет кошерная. И третий пример, который приводит Мишна, сука, большая сука, которую окружили вещью, которую нельзя покрывать, то есть некошерным сахом. То есть в первых двух случаях и провалившийся потолок, и вот этот навес, это могло быть деревянным, или растительным, чем-то, что в принципе само по себе кошерное суки, но это не положено было для сухоты, и поэтому это некошерное. Но здесь идет в третьем примере речь о ситуации, когда сука, большая сука, у него не хватает саха. У него есть только чуть-чуть саха, но вот так он посередине кладет 7 на 7 кулаков и более кошерный сах, а вокруг окружает, дальше до стен доводит чем-то некошерным, металлом, металлическими листами крови. Такая, если есть под ним 4 локтя, то суха некошерная. То есть то же самое. Мы думали, что может быть это материал, который в принципе был бы кошерный для саха, так мы его рассматриваем как продолжение стены. Это говорит Мишан, что нет. Даже если материал в принципе не кошерный для саха, мы все равно рассматриваем то же самое, как нет критериев к стенам по материалу. Также и касательно кривой стены, то есть потолок, который является продолжением стены, тоже нет критериев. Такая сука будет кошерной, если не кошерный саха с трех сторон менее 4 локтей. Спасибо большое. Хорошего всем дня.